Как вы могли понять из названия, в этом видео мы поговорим о всех мифах и заблуждениях о получении рабочей визы в Канаду. Я постараюсь ответить на самые популярные вопросы и заблуждения заявителей и подсказать, что нужно делать, чтобы не допустить ошибок. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, а если у вас есть вопросы, которые мы не затронули, обязательно пишите нам в комментариях, мы на них ответим. Итак, начнем. Одно из самых популярных заблуждений – в Канаде можно работать, приехав по туристической визе, так как рабочую визу получить сложно или невозможно. Это совершенно не так. В соответствии с иммиграционным законодательством Канады, находясь в стране по туристической визе, работать и получать за это вознаграждение категорически нельзя. Для каждой цели поездки или пребывания есть соответствующая виза, поэтому будьте добры, как говорится, определиться с тем, чем вы будете заниматься. А если вы планируете работать, то оформляйте только рабочую визу и только после этого приезжайте в Канаду работать. Это заблуждение в основном возникает у тех, у кого возникают сложности с поиском работодателя. Да, действительно, это не так легко, особенно если вы делаете это на расстоянии. Но опять же, если у вас уже есть туристическая виза, вы можете приехать в Канаду, постараться найти там работодателя самостоятельно и сменить свой статус на рабочий. Либо же вернуться домой и получить рабочую визу. Да, это все непросто, но это избавит вас от гарантированных проблем в будущем. Второе заблуждение звучит так. Для того, чтобы работать в Канаде и получить визу, достаточно джеб-офера или контракта на работу с работодателем. И снова это не так. Чтобы работать, вам не достаточно иметь просто договоренности с работодателем. Нужно иметь именно разрешение на работу LMIA Labor Market Impact Assessment. Но и в этом правиле есть исключения. Существуют категории заявителей, работодатели которых освобождены от необходимости получения LMIA. Так, например, для священников не обязательно его получать. В описании к видео я оставлю вам список таких исключений. Еще бы хотела обратить внимание, что найти компанию, которая захочет потратить время и деньги на получение разрешения на ваше трудоустройство, не так уж и просто. Ведь зачастую для таких задач компании приходится нанимать адвоката и готовить пакет документов. Еще один миф под номером 3, что для получения рабочей визы в Канаду обязательно нужно сдать тест на знание языка. Ну и как бы да и нет. Все зависит от требований по языку, указанных в LMIA. В большинстве случаев для работы в Канаде знание языка вам все-таки понадобится. Но, например, на сезонную работу могут не требоваться знания английского. Да и работодатель может быть русскоговорящим. Хочу обратить внимание, здесь есть еще один подводный камень. Вам понадобятся результаты только официального теста на определение уровня языка. Сертификат про прохождение обычных либо онлайн курсов не подходит. Есть еще одно очень забавное для меня заблуждение. Некоторые соискатели работы в Канаде абсолютно уверены, что работодатель обязан предоставить им перелет и жилье в Канаде, если они согласятся на него работать. Как бы вообще не так. И вообще формулировка заставляет меня умиляться наивности таких людей. Да, вы можете договориться об этом с работодателем, или он может вам помочь, например, с жильем, если действительно нуждается вас. Но чтобы он был прямо обязан так за вами ухаживать, такого, конечно же, нет. Двигаемся дальше. Я смогу поехать работать только один без семьи. Вот тут у меня приятная новость. Супруг супруга заявителя также могут получить рабочую визу. Если основной заявитель планирует брать с собой своего партнера, он может это сделать. Для этого партнера нужно подаваться одновременно или после основного заявителя на Open Work Permit. То есть по прибытию в Канаду возможность работать будет у обеих супругов. В таких случаях я часто получаю вопрос, как лучше подаваться одновременно или ждать, пока визу получит основной заявитель. И здесь однозначного ответа нет. Большинство пар предпочитают подавать документы сразу, чтобы потом не терять время и уехать вместе. Но при этом вы всегда должны быть готовы к тому, что если основному заявителю откажут, остальным членам семьи также откажут автоматически. Поэтому перед тем, как подавать документы на семью, я рекомендую обратиться за консультацией к юристу, чтобы получить рекомендации о том, как лучше всего поступить в вашей конкретной ситуации. Продолжаем. Для получения рабочей визы не нужно показывать денежные средства. Это не так. Вы должны подтвердить, что пока вы не получите первую зарплату, у вас будет достаточно средств, чтобы покрыть затраты на проживание, питание и проезд на работу. В идеале я всегда рекомендую показать средства на 2 месяца, чтобы офицер точно был уверен, что в случае чего у вас будет возможность для нормального существования в Канаде. И еще одно заблуждение, что для получения рабочей визы достаточно развернутого резюме. Нет, вам нужно подтверждать вашу квалификацию, это один из основных факторов. Вам нужно подтвердить образование или опыт работы в той сфере, в которой вы планируете работать. Так, например, в одном из наших кейсов заявитель ехал на работу на пчелиную ферму и предоставлял подтверждение образования из ветеринарного учебного заведения, а также убедительное подтверждение о работе с пчелами из предыдущих мест работы. Это могут быть абсолютно любые документы, которые уверят офицеры, что вы действительно специалист в этом деле. Например, справки с работой, письма о характеристики, дипломы и выписки по оценкам из учебного заведения, акты выполненных работ с указанием обязанностей и даже дипломы и сертификаты. Даже со священниками мы предоставляем всевозможные дипломы, выданные религиозными организациями, чтобы подтвердить службу в церкви. И, наверное, самое главное заблуждение. Это то, что соискатели работы в Канаде думают, что найти работу там легко и им ничего не придется для этого делать, а работодатели ждут их там с распростертыми объятиями и чеками на рыночную зарплату. Должна вас немного разочаровать. Действительно, Канада нуждается в людях. Однако за последние годы в Канаду приехало уже очень много людей, и сейчас люди нужны в достаточно отдаленных провинциях. Или же работодатель должен видеть ощутимую финансовую выгоду от найма иностранного сотрудника и связанных с этим сложностях и затратах с оформлением разрешений и других документов, что говорит о том, что он будет всячески снижать свои затраты на персонал и по возможности ухудшать условия его труда, как и происходит на практике. Однако, как бы то ни было, трудовая миграция в Канаду остается все еще очень привлекательной, как с целью временной или сезонной работы, так и с целью миграции. Вот, пожалуй, все основные вопросы, которые приходят мне в голову, когда я думаю о заблуждениях при получении рабочей визы в Канаду. Если у вас есть еще вопросы или интересные мифы, обязательно пишите их в комментариях, и я на них отвечу. Ну, у меня реально был такой заявитель. Три раза мы ему делали рабочую визу в Канаду. Все. Не, не спрашивали. Так у него там прям целое описание в контракте, как он должен работать с маткой, как он должен работать со всем роем, тра-та-та-та-та-та, делать им вакцинации. Кучок? Да.